Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как вы видите, разработчики порадовали новой рулеткой на Объект 777 с его легендарным внешним видом Импульс. Что касается стоимости данной рулетки, ну очень дорого, если прокручивать прям полностью на все прокруты, которые здесь предусмотрены. Здесь целых 16 уровней и стоит обратить внимание, что это первая рулетка, в которой ценники на прокруты сформированы как-то вообще непонятно. Сначала вроде бы все правильно, все как обычно 50, 100, 200, дальше появляется 330, ну бог с ним, 490, но не 500, 695, но не 700, 905. Короче говоря, ребята-разработчики решили порадовать тех, кто пытается на калькуляторе все это дело сбить, но я не гордый и все-таки это сделал. Так вот, ребят, если вы будете прокручивать прям полностью всю рулетку, все 16 прокрутов вам обойдутся в целых 29340. Это действительно очень дорого, грубо говоря, практически 29,5 косарей. Это ну просто, просто зашкаливающие ценники, я не помню такую дорогую рулетку с момента их введения. Если вы помните, что было что-то дороже, обязательно пишите в комментариях. Если вдруг вам повезет выпить до 13 уровня включительно, то есть прокрутите 13 раз рулеточку, то тогда вам обойдется машина, если она вам выпадет, в 15840. И это еще хоть как-то нормально, адекватно, объективно. Если все остальные дорогие призы в виде контейнеров, которые положили в этой рулетке, кстати, на удивление, здесь есть контейнеры, то вот как раз если контейнеры разложить куда-то на последние уровни сюда прокрутов, то в принципе за 15840 взять машину с какими-то дополнительными ништяками довольно-таки неплохо. Если крутнете еще раз и 14 прокрут сделаете, то суммарно все полученное обойдется вам уже в 20 090. И я считаю, что это уже ну прям совсем потолок. Последние два прокрута на более чем 8 тысяч, даже получается более чем 9 тысяч. Это действительно перебор. Короче говоря, что касается ценника, очень-очень высокий ценник, и только для тех, у кого прям совсем большая копилка. У меня копилка не такая уж и большая, как вы видите, я товарищ ютюбер нищебродный, поэтому крутнем несколько раз, чисто ради интереса, но стоит также отметить, что здесь положили помимо танка, как это было ранее в рулетках, именно когда главной наградой был танчик, сюда положили еще великолепнейший, я лично считаю его самым лучшим обвесом в нашей игре, сюда положили еще дополнительно второй по крутости обвес, который подходит на все машины, это Д-2, который ну прям суперски смотрится, потому что ну какому, какому, ребят, танку будет не к лицу обычный нормальный красивый пулемет. Короче говоря, не какие-то там снежные пушки и все остальное, а действительно стоящие два красивых обвеса. Что касается анимированного аватара, я его вообще за ценность не считаю, поэтому буду очень горевать и плакать, если он мне конкретно выпадет за ту голду, которую я сейчас потрачу. Что касается 100 тысяч серебром, то по большому счету это два боя победных на обычной фармящей плюс-минус премиумной машине 8 уровня, тоже за ценность не берем. 10 косарей свободки, ну тоже в принципе можно нафармить, но окей, хорошо, спасибо. А вот дальше самое вкусное, два раза по три мистических контейнера, это действительно очень круто. Что касается вот этих товарищей, то два раза по черному ящику, из которого можно голды поднять, ну и есть еще два раза по три контейнера, собери их все. Короче говоря, ценник в размере 29 тысяч с копейками, если забирать отсюда все, он плюс-минус в принципе аргументирован, если посчитать стоимость каждого контейнера в голде, да плюс добавить стоимость машины, да плюс легендарный внешний вид. Короче говоря, в целом, очень даже удачная рулетка, но зараза дорогая. Несколько раз крутнем, чисто ради интереса, если вдруг объект выпадет, то я с удовольствием выкачу его из ангара на основном аккаунте, ну а если не выпадет, то у нас навсегда под рукой пресс-аккаунт, на котором мы вполне спокойно можем это сделать и порадовать свой глаз, и понимать, за что мы будем отдавать такие деньги. Ну что, первый прокрут. Вот, мне интересно, честно говоря, что выпадет, если выпадут контейнеры, я буду очень сильно смеяться, потому что на контейнеры шансы не такие уж и большие. Что мне выпадает? Танк, да? Нет, мне выпал контейнер, черный ящик, почему бы и нет? Забираем контейнер, я не знаю, что из него выпадет, но своих 50 голды я уже слил. Теперь сливаем еще соточку. Интересно получается пока. Если сейчас выпадет опять контейнер, будет, ну, тоже довольно неплохо. Нет, 100 тысяч кредитов. Ну, такое себе, честно говоря. Того я слил 150 голды, сейчас сливаем еще 200. Суммарно сольем, получается, 250 за 3 прокрута. Пока еще... Почему 250? 350, простите, за 3 прокрута. И в целом пока я не сильно доволен. Ну, разве что этот контейнер, но такое себе. Итак, что у нас получается? У нас получается следующий прокрут 330. Я уже слил 350, еще 330. Я думаю, я могу себе позволить, там плюс-минус притирку войду. Но больше крутить не буду однозначно. Ну, не вижу абсолютно никакого смысла в этом. Просто потому что, во-первых, мне даже на контейнеры не везет. Ну, а машину доставать дальше, ну, как бы, совсем дорого будет. Короче говоря, сейчас за 330, если я не ошибаюсь, голды, я купил себе всего лишь 100 тысяч кредитов. Вот такая кухня получается. Я думаю, что справедливости ради мы можем с вами открыть сейчас черный контейнер, для того, чтобы понимать, может, мы еще и окупились, а если прям выпадет какая-то бешеная сумма голды, то я бы еще пару раз крутнул, почему бы и нет. Хотя сомневаюсь. Возможно, для этого черный контейнер сюда и положили. 200 голды мне вернулось. Это с учетом того, что я потратил там 350 и 330, 880, да, если я правильно все считаю. Нет, не 800, 680 я потратил. 680 я потратил, 200 мне вернулось. Того получается 480 голды. Я сейчас слил на что? На серебро и на х10 в количестве, сколько там, трех штук, да, если я не ошибаюсь. Ну, такое себе. Ладно, давайте еще раз крутнем. Бог с ним. Вот прям совсем, знаете, на фарт, чисто из принципа, но больше чем уверен, что ничего не упадет. Больше всего обрадуюсь безусловно машине, но в крайнем случае обвес классно было бы получить. Нет, еще 100 тысяч серебро. Класс, супер. Короче, все никчемное, что можно было отсюда забрать, я забрал. Остался только аватар и 10 тысяч свободки. Не вижу смысла дальше крутить, просто потому что, ну, ну нет у меня... Блин, ладно, хорошо, все. Еще раз, еще раз и все. Вот больше не кручу. Не кручу и вам не советую. Вот серьезно, если вам не выпадает на 695 ничего нормально толкового, а мне, в принципе, и не выпадает. 10 тысяч свободки. Все, выхожу. Не хочу больше. Не хочу даже играться с судьбой. Переходим на пресс-аккаунт. И давайте попытаемся выкатить объект 3 топора, для того, чтобы его заценить. Всем добро пожаловать на мой пресс-аккаунт, где нас уже ждет объект 3.7-2. Что за машина такая интересная? Мне лично понравилась, по крайней мере, по тем каткам, которые я на ней делал. У нее очень хорошая броня в башне, у нее хорошая приведенка по башне, да, есть серые зоны, и, что самое неприятное, она абсолютно просто и легко бьется по бортам, поэтому бортом никому становится ни в коем случае нельзя, и у нее крайне вялый ход назад, что не позволяет комфортно закатываться за какие-то укрытия. Но это так, бегло, все остальное сейчас будем заценивать в катке. Ну, а если вас интересует абсолютно честный обзор в стиле моего канала, то ссылка есть в описании, плюс вот здесь наверху будет всплывать в пределах данного видео. Что касается орудия. Здесь действительно очень классно сбалансированное орудие, у которого хорошее время сведения и разброс, очень приятный ДПМ, который у нас получается благодаря вполне себе приемлемому времени перезарядки в 8 с копейками секунд и 430 единиц альфы. Да, пускай не зашкаливающие какие-либо показатели, но в целом играется очень приятно. По пробитию 250 в большинстве своем хватает, если вдруг чего, то можно аккумулятивы на 340 зарядить, и есть стандартный для советской техники угол склонения орудия вниз минус 6, что безусловно не сильно бодро, но в целом играется и играется вполне нормально. А как играется? Давайте попробуем посмотреть и заценить машину в реальном бою. Итак, друзья, зашли в бой. Слава богу, что мы сейчас тестим не танчик какого-нибудь второго уровня, и заход в бой не требует от нас половины нашей жизни. Что касается скорости машины, то я бы не сказал, что это прям пиранья, которая летит вперед как угорелая, но и далеко не маус, которого вообще невозможно с места сдвинуть. Вполне себе сносная, хорошая, хорошо сбалансированная подвижность, я имею в виду скорость движения вперед. Что касается движения назад. Назад откатывается, как видите, не очень бодро, я бы сказал вяло, и это существенный, существенный косяк данной машины, потому что на ней действительно, ну прям очень, очень сложно откатиться куда-нибудь после выстрела за какое-нибудь укрытие. Что касается брони, сейчас меня проковыряли сугубо фугасом, и там совсем чуть-чуть, связано это с тем, что по-другому данную башню вообще никак не процарапать, не то чтобы пробить. Башня действительно является неплохо забронированной, что касается времени сведения, что касается разброса, вполне себе комфортные показатели, и в бою чувствуются как вполне себе сносные и играбельные. Опять-таки не могу сказать, что это прям имба, в целом сама машина не имба. Те, кто называют ее имбой, ну прям совсем в глаза врут, но безусловно машина достойна внимания, и в ней есть довольно-таки немалый ряд хороших позитивных моментов. Мне лично машина очень сильно нравится. Да, пускай не самая лучшая из тех, которые можно себе представить, и я объективно оцениваю данный танк в голом состоянии, там, тысяч в семнадцать с половиной, без всяких легендарных внешних видов и так далее. 29 с копейками вся рулетка, это действительно безумно дорого, и я сомневаюсь, что есть большое количество игроков, которые могут себе позволить такое удовольствие. Хотя, наверное, те, кто может себе это позволить, они порадуют себя этой машиной, и я больше чем уверен, что не пожалеют о потраченных средствах. Какие есть позитивы еще в этой машине, помимо вполне себе хорошей подвижности, вполне себе нормального орудия, так это еще и низкий силуэт у машины. Да, пускай на каких-то ровных вот таких вот участках это не сильно помогает, но когда вы играете где-то от неровностей, да, сложно, безусловно, при своих минус шесть играть от неровностей, но если вдруг на эти неровности вы попадаете, то в целом, ребят, играется очень приятно, действительно классно. Силуэт небольшой, башенка приплюснутая, короче говоря, один сплошной комфорт. Ну давай, едь сюда, Суперконь, будем с тобой обмениваться любезностями. Не так уж и просто, да, меня проковырять, дружище, а все связано с тем, что у нас очень бодрая, хорошая броня по башне, ну и в целом по корпусу, если стоять абсолютно прямо к своему сопернику. Ну, в общем, с гордо поднятой головой и никого не боясь. Поехали, попытаемся помочь БЦ нашему, хотя я сомневаюсь, что... прям сильно что-то зарешаем, но почему бы и нет. Оказывается, зарешали. Оказывается, можем, когда надо. Ну, а теперь, я думаю, можем вполне спокойненько поехать и поживиться немножко кровушкой ПТ-шек. БЦ нашего вынесли. Ну, я думаю, что мы все успеем. Что касается угла склонения орудия вниз. Как я говорил, минус 6, это не очень бодро, но в определенные моменты боя ты этого даже не ощущаешь. Ты не видишь этого недостатка, который, безусловно, многие ощутят. Но бабаха все-таки меня достала. Погорячился я. Надо было мне не лететь вперед, надо было немножко обождать. Ну, вот такой вот я былкий. Досматриваем бой. Мне почему-то кажется, что ничем хорошим это не закончится. К сожалению, наш единственный оставшийся союзник не является крайне подвижной машиной. Точка захвачена в пользу соперников. Ну, ладно. Сейчас что-то будет видно. И так, друзья, к нашему глубочайшему сожалению поражение. Но, ребят, давайте будем заценивать результаты. 3100 единиц нанесенного урона. Один уничтоженный соперник. В отношении фарма смотреть не будем. Это коллекционка. И рассматривать ее как фармера нет вообще никакого смысла. Даже по результатам победных боев. Что касается нашей результативности по команде, то мы занимаем второе место. И я бы сказал, что это практически ничего не делая и не особо потея. Обязательно похвалим сейчас наших ребят-союзников, которые сделали все возможное для того, чтобы победить. Ну, и обязательно похвалим наших соперников. Потому что они победили действительно честно и прикладывали к этому еще больше усилий, чем наша команда. Вот такие вот результаты. И я лично считаю объект 3.7 вполне себе интересной машиной. Да, безусловно, если бы передо мной ставили выбор в отношении приобретения какой-то коллекционки 10 уровня, то, наверное, я быстрее приобрел бы себе того же самого супер коня. за, не знаю, там 20 тысяч в составе набора, нежели за те же самые 20 тысяч объекта 777. Но имея супер коня, имея у себя в коллекции на основном аккаунте объекта 260-го, ВК-9001П, пиранию. Ну, короче говоря, в принципе, все самые интересные машины, которые есть на 10 уровне среди тяжелых танков, если не брать в учет СТРВК, то, наверное, я бы оценил данную машину при честной продаже, в те же самые 20 тысяч голды, но только в составе наборов, которые положили еще хотя бы 3 контейнера, там, мистических, либо собери их все, ну, в общем, какие-то дополнительные плюшки или дополнительные дни прем-аккаунта. Ну, а также, ребят, за 29 тысяч с копейками крутить данную рулетку на данную машину, это действительно перебор. Хотя, если выпадет вам раньше, то будет вам счастье. Как я сказал, если сделаете 13 прокрутов, ну, пускай 14 прокрутов, то это будет 20 тысяч, а 13 прокрутов, это будет неполных 16 косарей. За такой ценник можно взять себе машину, даже без ее легендарного внешнего вида, если вдруг разработчики его приберегут, и он вам не выпадет перед самой тачкой. Вот такой вот он, Объект 777, вариант 2. Крутить рулетку или не крутить? Ребят, определяйтесь самостоятельно. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле. Танчик действительно неплохой, хоть и дорогой. Ну, а ваше дело подписаться прямо сейчас на канал, если вы за честные обзоры и честное мнение по поводу всего, что происходит в нашей игре. А еще обязательно пишите комментарии в поддержку данного видео, ну, и обязательно делитесь своим мнением по поводу увиденного и по поводу Объекта 777. Всего вам хорошего, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова